Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru Beeline продолжает нас радовать многообразием своих устройств и в этот раз он выкатил обновленную версию модема Huawei E3370 Она отличается от предыдущей только началом EMEI Это 86611 и серийным номером, который начинается на G4P И модем этот разблокируется немного другим образом Приблизительно так же, как и E3372H Только здесь таится еще один подводный камень И чтобы вам было проще, сейчас мы снимем видеоинструкцию как отвязать данный модем от оператора На сайте 3ginfo.ru уже написана статья по разблокировке этого модема И мы, в общем-то, будем ее просто-напросто экранизировать Для начала нам потребуется установить этот модем и проверить его работоспособность Но я это, в общем-то, уже сделал Вставил туда сим-карту МТС и вижу, что модем у меня просит код разблокировки После этого скачиваем драйвера Некий архив и приложение Huawei 2015 Code Reader В общем-то, я это так же уже скачал Вот архивы, а вот распакованные версии Если у вас по каким-то причинам он не хочет разархивироваться Воспользуйтесь архиватором 7-Zip Далее подключаем модем без сим-карты Поэтому я сейчас его выткну Вытащу сим-карту, которую я туда вставил для проверки его работоспособности И обратно воткну в свой компьютер Вообще признаком правильного его отображения является подключенное соединение по локальной сети Я его отключал, так как интернет у меня идет через другое соединение И, в общем-то, модемы там чего-то между собой не могут поделить Скорее всего, это основной шлюз После этого лишний раз проверяем Все ли у нас видится Вот, в принципе, он сам запустился И сейчас начнет ругаться на отсутствие сим-карты Ну, в общем-то, все понятно Теперь мы на всякий случай отключаем проводное соединение чтобы оно не мешало Заходим в архив sv-mod и запускаем оттуда командный файл sv-debug-mod Мы видим, что пошли устанавливаться драйвера на этот модем И после этого заходим в диспетчер устройств и у нас должен появиться FC, PC, UI, интерфейс где X номер ком-порта Заходим в диспетчер устройств в раздел порты ком и LPT и видим что устройство у нас есть Если вместо готовых устройств у вас устройство с восклицательным знаком тогда мы жмем правой кнопкой мыши обновить драйверы и указываем путь к драйверам про которые было написано в статье Ну и ссылка на статью естественно будет в описании к этому видео Так как на этом компьютере уже снят далеко не один Видеоролик у меня драйвера уже стоят Теперь нам нужно запустить приложение Huawei 2015 Code Reader И нажать на кнопочку Detect У нас отобразится список ком-портов и нам нужно выбрать тот самый FC, PC, UI, интерфейс Выбрали После этого нажимаем на кнопку под номером 2 которая называется Connect Сейчас происходит процесс считывания данных и если все считалось корректно отобразится информация о модеме в частности EMA серийный номер и статус его блокировки В нашем случае он заблокирован После этого нам нужно нажать на кнопочку под номером 3 и пойдет процесс высчитывания encrypted блок и данный процесс занимает какое-то определенное количество времени и оно зависит от быстродействия процессора вашего компьютера но в среднем это время до 5 минут поэтому подождем но для экономии времени естественно этот процесс на видео будет ускорен и вот мы видим что encrypted блок посчитался и можем приступить к следующему шагу мне нужно снова включить интернет включить пока что соединение до модема и переходим на страничку с товаром разблокировка модемов роутеров Huawei 2015 ссылка на товар также указана в описании к этому видео соглашаемся с правилами покупки товаров но перед этим внимательно читаем описание в избежании различных проблем и в частности что нам необходим encrypted блок который мы высчитали потому что без него мало что получится выбираем способ оплаты вводим адрес электронной почты и нажимаем на кнопочку продолжить далее в зависимости от выбранного способа оплаты нас переадресуют на страничку платежного шлюза этой самой системы оплаты которую вы выбрали для быстроты я пользуюсь WebMoney потому что на мой взгляд это оперативно и удобно и обычно у каждого шлюза есть кнопочка вернуться к продавцу если этой кнопочки нет то идем на а точнее в ящик электронной почты который мы указывали в начале покупки и в пришедшем письме переходим по ссылке на товар а точнее на форму ну вот оно это письмо если мы кликнем по ссылке то попадаем все на ту же самую форму и так же вводим адрес электронной почты e-mail e-mail мы просто напросто берем и копируем из программы Huawei 2015 код reader так же мы копируем encrypted block и модель устройства в произвольной форме когда все это мы сделали нажимаем на кнопочку отправить и получаем код разблокировки больше нам эта программа в принципе не нужна интернет соединение проводное нам так же не нужно мы просто-напросто вытыкаем модем и вставляем туда сим-карту чужого оператора в моем случае это будет МТС вставили в симку модем возвращаем модем в компьютер и ждем того момента когда он определится он мало того что определился так еще и снова открывается в браузере и мругается то что нужно ввести NSK код просто-напросто копируем его с площадки и вставляем его в поле ввода кода как мы видим ошибки никакой не появилось и сейчас модем зарегистрируется в сети как мы видим модем зарегистрирован в сети 3G и подключение установилось автоматически сессия пока что не показывает скорость но это просто-напросто из-за слабого сигнала модем как мы видим работает сим-карта зарегистрирован в сети и в общем-то можно уже пользоваться ну вот уже появились какие-то первые показатели по скорости надеюсь благодаря данной инструкции у вас не возникнет лишних вопросов если они возникли то мы всегда рады помочь с вами был Антон один из администраторов 3ginfo.ru совместно с порталом unlockclub.ru до скорых встреч встреч . .